Дорогие братья, дорогие сёстры! Месяц Рамадан для многих из нас превращается в некую забаву. То есть после того, как мы вернулись с мечети, после Таравихов, начинаются у нас ночные времяпровождения. Так называемые чаи после Таравихов. Мы изучили, в каком порядке делать здоровый ифтар, что нам нежелательно во время ифтара и так далее. Но мы возвращаемся с Таравихов, выполнили свой долг, аль-хамду лиллах, пусть Всевышний Аллах у всех примет поклонение. И от нечего делать мы или начинаем собираться в кафешках, кафе, заведения, общепита работают до часу, до сухура, и мы проводим время за столом. Насколько это полезно? Это крайне неполезное поведение. И пустая трата ценного времени Рамадана в посиделках. То есть мы начинаем садиться за чайные столики. Тут уже прошло пару часиков после ифтара. Мы решили себе позволить чай со сладостями. Ваш здоровый ифтар тем самым пойдет на смарку. Никакой пользы вы от такого здорового ифтара не получите. То есть откажитесь от этих перекусов. И что желательно сделать? Как раз таки именно в месяц Рамадан актуален своевременный отход ко сну. Те мусульмане, те наши праведные предки, которые настроены на ночные поклонения, они что делают? После ночного намаза, после таравихов, они старались как можно скорее отойти ко сну. Для того, чтобы проснуться за несколько часов до сухуры, для того, чтобы поклоняться Всевышнему Аллаху. А у нас как получается? Мы всю ночь гуляем по городу, там встречаемся, тут встречаемся, еле-еле дотягиваем без сна до утреннего намаза, а после утреннего намаза мы даже до конца не можем досидеть до завершения аскаров после намаза. Но если же мы хотим построить продуктивный, хороший план на месяц Рамадан, то нужно позаботиться о том, чтобы своевременно ложиться, лечь спать, хотя бы пару часов поспать, после этого проснуться и пойти сделать, успеть сделать и сухур, и успеть сделать и тахаджуд, успеть сделать утреннюю молитву и даже досидеть до восхода солнца в мечети. Это будет, конечно, самый продуктивный план на месяц Рамадан. Поэтому как можно постарайтесь исключить эти гуляния после таравихов. Единственное, что вы можете сделать после таравихов? Здоровые напитки. Это значит попить хорошего зеленого чая, отвары горных полезных трав, выпить еще раз перед сном раствор яблочного уксуса, еще можно туда добавить сок лимона, попили и постарались во время лечь спать. Вот такой вот план, он принесет больше пользы и для Ахира, и для вашего здоровья. Ас-саляму алейкум, арахатуллахи ва баракату.